С 1 по 30 сентября в 9 странах СНГ, а также в Абхазии и Южной Осетии проходила международная акция для иностранных школьников «Наши герои». Ее цель – выявление людей, которых можно отнести к героям, судьба и жизнь которых связана как с родиной участника конкурса, так и с Россией. Заслуги их должны быть значимы для обеих стран. Значительный исследовательский потенциал обнаружили школьники республики, которые по условиям конкурса должны были выбрать своего героя, сформировать про него историю в результате очень сложной исследовательской работы. И, собственно, поэтому мы получили двух таких победителей, которые заняли в рамках общего конкурса ведущие места, что позволяет им дальше продвигать республику, продвигать своих героев в рамках смены в лагере «Артек» в России и в Крыму. Мадлена Микелба, ученица 8 класса 4-й гагарской школы имени Гагарина, стала одной из победительниц конкурса «Наши герои». Я посвятила свой проект Тимуразу Ванача. Он был полным кавалером. И, получается, я посвятила свой проект не только одному, но это, получается, династия целых героев. И его отец, и его сын участвовали в Первой мировой войне и во Второй мировой войне. В международном конкурсе «Наши герои» приняли участие 20 школьников из Абхазии. Наибольшую активность проявили ученики Пятой и Второй столичных школ, Четвертой Гагарской, а также средней школы поселка Гячрыбш. Из 20 работ были отобраны 10 лучших. Их отправили в Москву на суд жюри и уже там определили двоих победителей из Абхазии. Вадим Чеха поблагодарил педагогов, которые курировали школьников в рамках подготовки к конкурсу. Во-первых, конкурс – это огромное достижение для нас, то, что нас уже привлекают для поездок в Артек. У меня это уже восьмой Артековец в течение двух лет. Мы начали в прошлом году по Лиге журналистов, потом мы продолжили с Институтом имени Пушкина. В этот раз мы едем с проектом «Сделаем вместе». И то, что мы в Артеке бываем, то, что наш флаг был представлен на различных крупных мероприятиях в Артеке, это уже большое достижение. Мы провели акцию и есть результат нашей акции в Артеке, проведенной именно в поездке «Здравствуй, Россия!» называется «Абхазия, не Грузия». Мы говорили о том, что мы самостоятельное состоявшееся государство. Наши дети знакомят с нашим маленьким и гордым народом, нашей маленькой страной, людей других государств. Дарья Ситникова, вторая победительница из Абхазии, ученица пятой сухумской школы имени Эшба. Ее проект был посвящен героическому поступку бортпроводницы Надежды Курченко, которая погибла в 1970 году, пытаясь остановить террористов, захвативших самолет. На самом деле я до сих пор не до конца верю, что все-таки я смогла это сделать, потому что я сдала свою работу просто в последний момент и абсолютно ни на что не рассчитывала. Это было просто потому, что мне было это интересно. И в конце концов, когда мне сначала сказали, что я вошла в десятку, я была очень рада и я даже этому не могла поверить. А в конце, когда мне сказали, что я выиграла этот конкурс, да еще и вошла только в двойку из Абхазии, моему счастью просто не было предела. Я очень обрадовалась. Потом начала искать информацию об Артеке. Оказалось, что это место просто божественное. Просто я очень счастлива, что так получилось. 17 октября Мадлена Микелба из Гагры и Дарья Ситникова из Сухума на 21 день отправятся в Крым. В составе тридцатки победителей из разных стран, девочки, которые совершенно случайно оказались еще и родственницами, представят свои работы в рамках финала международного конкурса «Наши герои» на 12-й смене в Международном детском центре Артек. Надежда Боровикова, Рамо Камки, Абаза ТВ.